Благодарю вас, уважаемый господин председатель. Позвольте мне, дамы и господа, коротко ознакомить вас с результатами нашей работы, так как их видит российская делегация. Прошедший сегодня саммит России-ЕС уже десятый по счёту, и он подтвердил безальтернативность выборов в пользу укрепления стратегического партнёрства между Россией и Европейским Союзом. Это состоялось обстоятельное, острое, подчас, но в целом очень конструктивное обсуждение узловых моментов нашего взаимодействия. Оно показало, что идёт объективный, базирующийся на национальных интересах поиск системного взаимодействия в рамках Единой Европы. Повестка дня саммита, как всегда, была очень насыщенной, и я позволю себе выделить только ключевые моменты. Последние трагические события в Москве и в других регионах мира подтвердили необходимость отработки дальнейших мер по углублению сотрудничества России и ЕС в вопросах борьбы с международным терроризмом. Мы были едины во мнении, что мировое сообщество сталкивается сейчас не с отдельными разрозненными акциями, а с умело организованной агрессией ударных сил международного терроризма. В данном контексте наметили конкретные шаги по формированию эффективной глобальной и региональной системы противодействия террору, его идейным и финансовым вдохновителям созданию атмосферы активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма. И мы очень рады, что нам удалось выйти на совместный документ по этому вопросу. Доверительный характер наших дискуссий позволил всесторонне рассмотреть последствия предстоящего расширения ЕС. Среди них на первом плане, естественно, была проблема жизнеобеспечения Калининградской области. Для нас эта проблема острая, и мы удовлетворены достигнутыми результатами. Мы удовлетворены тем, как шла дискуссия, особенно в последнее время, и удовлетворены результатами, еще раз хочу повторить. Должен сказать, что дискуссия продолжалась вплоть до самой последней минуты. Наши эксперты дорабатывали в ходе нашей сегодняшней встречи некоторые положения этого совместного документа. И я хочу поблагодарить господина председателя и господина Паттона за то, что они так конструктивно подошли к решению этих вопросов. Нам удалось найти подходы, которые во многом сняли российские озабоченности в отношении режима транзитных поездок граждан России через территорию будущего члена ЕС Литвы. Рассчитываем, что в таком же конструктивном духе будут урегулированы и другие проблемы расширенческого досье. Там много еще вопросов, прежде всего, конечно, экономического характера, и мы сегодня об этом прямо, открыто говорили и обсуждали эти проблемы. Подробно обсудили состояние экономического сотрудничества. В качестве несомненного позитива отметили развитие энергетического диалога, который позволит нам реализовывать идею обеспечения энергетической безопасности Европы. Пользуясь случаем, хочу проинформировать вас о том, что мы в России приняли решение учредить международную энергетическую премию «Глобальная энергия» за выдающиеся фундаментальные и прикладные научные открытия и изобретения в области энергии и энергетики. Конечно, в торгово-экономической сфере есть еще вопросы, которые нам в двухстороннем плане между Россией и ЕС предстоит решить. Есть и объективные проблемы, есть наносные, обусловленные недостатком политической воли или бюрократическими преподами. Мы говорили откровенно об этом и договорились продолжить работу по дальнейшей расчистке на пути взаимовыгодной торговли и инвестиций. Сегодняшний саммит еще раз показал, что у России и Европейского Союза огромный потенциал сотрудничества и в широком международном контексте. Развитие обстановки в мире требует от нас совместных действий. Поэтому отрадно, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил, что по многим актуальным международным проблемам наши позиции во многом близки или совпадают. Мы приняли совместный документ по ближневосточной проблематике. В целом, исходим из того, что дальнейшее усиление координации и взаимодействия России и ЕС на международной арене отвечает интересам глобальной стабильности и безопасности. Я в заключении хочу искренне поблагодарить своих европейских коллег за очень продуктивную и нацеленную на результат работу. Спасибо большое. Должен сказать вам, что мы с господином председателем, премьер-министром Дании, в двухстороннем формате обсудили все вопросы, которые вас волнуют, в второй части ваши вопросы, и договорились о том, чтобы все сделать для того, чтобы в двухстороннем плане восстановить наши отношения в полном формате. Но я думаю, что то, что касается вашего вопроса, господин, премьер-министр ответит, конечно, сам. Значит, теперь по поводу результатов. Мы удовлетворены результатами 10-го саммита, удовлетворены и тем, как это было сделано, удовлетворены ходом дискуссии. Это было откровенное, мы поспорили по некоторым вопросам беседа, но конструктивное, абсолютно. С двух сторон, с нашей точно, а с учетом того, что результаты достигнуты, можем не сомневаться в том, что и со стороны наших партнеров было явное стремление достичь положительных результатов по основным, наиболее злободневным вопросам. К ним мы относим вопросы экономического сотрудничества, и здесь я должен поблагодарить господина Лами. За последний год мы констатировали много позитивных изменений, хотя есть и проблемы, и мы тоже о них говорили, повторяю, по некоторым вопросам поспорили. Но мне кажется, что есть хороший настрой на продвижение по этим направлениям вперед. И второе, это, конечно, решение вопроса о транзите между Калининградом и остальной частью Российской Федерации. Еще раз повторяю, мы удовлетворены этими результатами. Не просто шел диалог, вплоть до самой последней минуты. Эксперты перед самовыходом к вам, уважаемые дамы и господа, только зашли и проинформировали нас о том, что работа завершена. Доложили о результатах этой работы. Повторяю, это приемлемый для нас результат. Я бы сказал так. Россия не борется с терроризмом только в Чечне. Россия борется с международным терроризмом и готова бороться везде с его проявлениями. В нашей стране мы сталкиваемся с этим, конечно, прежде всего в Чечне. Это сложный конгломерат проблем, который был изначально рожден сепаратистскими тенденциями в этой республике. Очень быстро в связи с отсутствием реальной власти этот сепаратизм был видоизменен. На него начали влиять международные террористы и прелигиозные радикалы, которые в течение буквально нескольких месяцев подобрали власть, которая валялась на земле. Ведь вы знаете об этом хорошо. Это же не секрет, ни для кого здесь сидящий. Россию никто не может обвинить в том, что она подавляет свободу. Россия в 1995 году предоставила целиком и полностью де-факто независимость Чеченской республики. В 90-е годы, как и в 10!